Всем привет! С вами Дилара и мы сегодня будем обсуждать новинки, тренды, последние коллекции, все новости и интересные события за эту неделю из мира фэшн и бьюти. Я буду рада вашей активности лайкам, подпискам, вопросам, на которые с удовольствием отвечу лично. Устраивайтесь поудобнее, берите вкусняшки и сегодня у нас следующие новости. Почему певица Бьонсе удалила со страницы своего бренда рекламные фотографии с русскими девушками, удивительные новинки недели, а также неожиданные модные подарки на новый год. Сколько купили поддельных кроссовок в 2020 году? В России произвели впервые одежду из молока. Как выглядит первый магазин в Москве с интерактивными примерочными и другие новости в этом выпуске. Как вы думаете, кто по происхождению эти фигуристые девушки с темной кожей, афрокосичками и пышными волосами? А это наши кубанские девчонки из Краснодара, которые умудрились оказаться в эпицентре скандала, в результате которого их обвинили в расизме. Девушек зовут Алена и Анастасия. Они участвовали в фотосессии для коллаборации бренда Ivy Park с Adidas. Бренд Ivy Park — это линия спортивной одежды, которой владеет и управляет американская певица Бьонсе. Девушки участвовали в рекламной фотосессии, после чего опубликовали снимки у себя в аккаунте. Официальный аккаунт Ivy Park сделал репост фотографии, когда комментаторы поняли, что на снимках русские девушки, на них обрушился шквал хейта. Их начали обвинять в том, что девушки специально использовали автозагары кудри, чтобы быть похожими на темнокожих. Англоязычные пользователи также обвинили девушек в расизме и в блэкфейсе. Я поясню. Блэкфейс — это разновидность театрального грима, который использовался комиками для своих шоу и представлял собой карикатурное изображение лица чернокожего человека. Комментаторы также раскритиковали Брэнд и его создательницу Бьонсе. Они писали, что белые русские оскорбляют их права и какое право они имеют носить косы и брейды. За моделей вступились русскоговорящие комментаторы, которых тоже обвинили в невежестве. Каких-либо комментариев и извинений со стороны Брэнда Айви Парк девушки не получили. Владелица бренда Бьонсе молча удалила пост с данной фотографии на странице в инстаграм. Алена и Анастасия были удивлены ситуацией в целом и хейту в свою сторону. Они ответили на все обвинения самоиронией, что надо было фотографироваться в кокошнике и с косой, хотя косы теперь тоже не их получается. Вот так сидишь в России, пьешь чай из самовара с бубликами и думаешь, что проблемы с расизмом нас не касаются, а не тут-то было, нечего на чужую культуру посягать. Если русские, то и ведите себя как русские. На самом деле грань между абсурдом и блэкфишингом очень тонка, а те, кто несет в себе расизм, видят его везде и всюду и в других. А как вы считаете, действительно ли девушки занимались блэкфишингом и присутствует ли в этой ситуации расизм? 12 Stories открыл свой первый магазин с интерактивными примерочными. Новый магазин, который работает сейчас в тестовом режиме, располагается в торговом центре Мега Теплый Стан. Магазин совмещает преимущества оффлайн и онлайн-шоппинга. В нем впервые решено использовать особые интерактивные примерочные. В таких кабинках установлены экраны и планшеты, с которых можно заказывать любую вещь из ассортимента марки. Выбранные вещи доставят в примерочную за 5-6 минут. Если не подошел размер или модель, можно перезаказать то, что нужно, не выходя из примерочной. Если нужный размер или цвет есть в другом магазине, через планшет можно оформить заказ с доставкой на дом. А когда понадобится помощь стилиста-консультанта, его можно вызвать кнопкой, не выходя в зал. При желании, можно свести контакты с продавцами-консультантами и другими людьми практически к нулю. Покупка становится бесконтактной, что сейчас очень актуально. Не забывайте пользоваться фишками, которые придумывают для вас ритейлеры. Ведь это так упрощает жизнь. Кто бы мог подумать, что сейчас я могу с приложения отсканировать вещь, посмотреть наличие размеров в другом магазине, добавить закладки, чтобы не забыть обдумать дома покупку, заказать онлайн, если нет моего размера. Объективно говоря, лучше времени и условий для шоппинга, чем сейчас, раньше не было. Расскажите, пользуетесь ли вы всеми лайфхаками или все еще находитесь на пути их освоения? Кроссовки не случайно стали одним из самых подделываемых товаров в мире. Сейчас эта спортивная обувь в продажах вытесняет полуботинки, ботинки и даже туфли. Всем известна компания Rendezvous. Она озвучила, что спрос на каблуки падает с каждым годом и покупатели чаще выбирают обувь на низком ходу. Аналитики компании по борьбе с контрафактом и защите брендов Brand Monitor провели исследование рынка поддельных дизайнерских кроссовок в России. Выяснилось, что объем рынка такого контрафакта за 2020 год составил 63 млрд руб. Продажи оригинальной продукции при этом достигли 150 млрд руб. Мне, как человеку далекому от мира копий, стало интересно, где продают поддельные вещи и кто все это покупает. В исследовании указано, что 60% случаев поддельные кроссовки продаются в традиционных торговых точках, остальные 40% через социальные сети. Целевая аудитория, кто потребляет контрафактную продукцию, это молодые покупатели до 24 лет. Мне интересно ваше мнение. Как вы думаете, должны ли копии находиться на прилавках, или с этим нужно бороться активнее и искоренять поддержку контрабанды? Может быть, это связано с плохой платежеспособностью россиян, и поэтому мы имеем такие огромные цифры по потреблению подделок? Также в исследовании есть цифра 30% покупателей, которые приобретают копии по незнанию, хотя у них есть средства на покупку оригинальной продукции. Поэтому, если вы не хотите столкнуться с подделкой, покупайте обувь в проверенных магазинах, а не в пабликах ВКонтакте. Следующая новость. Пришла самая расточительная предновогодняя пора. Осталось меньше недели до Нового года, и я уверена, не все успели купить подарки. Для тех, кто живет в Москве или Санкт-Петербурге, подскажу вам пару местечек, где можно приятно сэкономить. Аутлет Виллэдж Белая Дача располагается в Москве, и Аутлет Виллэдж Пулкало в Питере запустили зимнюю распродажу со скидками до 80% на одежду, обувь и аксессуары известных мировых брендов. В период Winter Sale вы можете не только обновить собственный гардероб, но и приятно провести время со своими близкими. Посетители аутлетов ждут тематическое оформление улиц, живая музыка, маркет с ароматной выпечкой и глинтвейном. В Аутлет Москва Архангельская в Москве тоже стартовала зимняя распродажа, где вас ждут скидки до 70%. На главной площади аутлета работает рождественский маркет с сувенирами и подарками, елочными украшениями, а также деликатесами, выпечкой и горячими напитками. Относительно цен могу подтвердить, что в магазине вы найдете реальные скидки. Для примера, недавно в моем инстаграм я сравнивала цены на сумки бренда Michael Kors. Если цена в аутлет Архангельская на прошлую коллекцию была в районе 13 тысяч рублей, то потом мне сообщили, что в аутлете Белая дача были замечены цены ниже, и там цена у данной сумки была около 10 тысяч. Для сравнения, в официальном магазине цена за сумку составляет 25-30 тысяч рублей. Кто посетит один из аутлетов, напишите мне потом, как вам атмосфера, как вам цены. А также я хочу сказать спасибо большое моим активным подписчикам. Мне приятно, когда вы делитесь со мной своими находками и информацией. Компания Валио выпустила коллекцию одежды из переработанного молока. Валио российское подразделение финского производителя молочных продуктов. Думаю, у вас сейчас возник вопрос, как это одежда из молока? Существует молочная ткань? На видео вы видите, как из молока извлекается белок казеин, который превращается в нить. Оказывается, этот метод был придуман давно, еще в 1937 году. Тогда уже сделали шерсть из молока. Но новый материал из отходов молочного производства сделал американский стартап Митера. Они усовершенствовали процесс, сделав его менее энергозатратным и более дешевым. Название коллекции Валио Плэнт Энд Мил Дизайн – это история о том, как важно заботиться об окружающем мире, беречь ресурсы планеты и искать новые решения во всем, что компания и сделала. Коллекция получилась унисекс и вне сезона. Уход за одеждой из молока следующий. Стирать и сушить можно в стиральной машине, химчистка и отбеливание запрещено. Стоимость футболки 4,5 тысяч рублей, в ходе 6,5 тысяч рублей. Ссылку, где можно приобрести, как обычно, будет в описании. Вроде бы все. А сейчас расскажу про еще одну новую коллекцию. И следующая новинка для таких мерзляков, как я. Я вам тут картинку покажу, как бы я одевалась в холода и морозы. В Юникло появились теплосберегающие женские и мужские лунгсливы разных цветов. Новая коллекция Юникло У изготовлена по инновационной технологии Хитек, над которой работала команда парижского проектно-исследовательского центра Юникло во главе с дизайнером Кристофором Лемером. Внешний слой лунгсливов выполнен из хлопка, а внутренний из специального материала, который поглощает влагу и помогает удерживать естественное тепло тела, обеспечивая продолжительный согревающий эффект. Широкая цветовая палитра и лаконичный дизайн позволяют использовать новые модели как в многослойных образах, так и в качестве самостоятельного предмета гардероба. Стоимость лунгслива 1500 рублей. Если вы находитесь в поиске термобелья, то коллекция уже поступила в продажу в розничные магазины Юникло и на сайт ритейлера. Ссылку, конечно же, оставлю. Смотрю и удивляюсь вместе с вами. Изобретательности дизайнеров. Каждый раз им удается выпустить неслыханный и невиданный эксклюзив. И как вы уже догадались, это моя подборка удивительных новинок этой недели. Креативный директор Валентина опубликовал в своем личном инстаграм фотографию с микросумкой. На снимке дизайнер держит аксессуар двумя пальцами. И по очертаниям сумки можно угадать знаменитую модель Валентина Спайк с шипами и стежкой. В подписи к посту Пьер написал, что это самая маленькая версия сумки Спайк, которая существует в природе. На вид длина сумочки сантиметра 4. Пока неизвестно, появится ли микросумка в продаже, будет ли она подвеской или еще каким-то аксессуаром. Следующий модный виртуоз Ким Джонс. Креативный директор Диор. И речь пойдет об удивительной коллекции. Пример того, где современность встретилась с древностью. Новая коллекция, вдохновленная культурой Китая, в которой некоторые вещи были вышиты по технике семенной стежок, которая своими корнями уходит в двухтысячелетнюю историю Китая. В III веке так изготавливали одежду для правителей во времена империи Цин. Коллекция создавалась совместно с современным художником Кенни Шарфом. Модный дом привлек таланты китайских мастеров вышивки, чтобы перевести известные картины художника на мужские рубашки и куртки. На процесс вышивания изделия требовалось от 1600 до 7000 часов ручного труда. Сама техника вышивки настолько сложная и трудоемкая, что тонкость выполнения работы могла испортить зрение из-за напряжения глаз. Вышивка выполнялась из шелковой пряди с 300 различными типами цветов. Вот это я считаю эксклюзив. Стоимость прогнозирую поднебесную. Креативный директор Ким Джонс, по моему мнению, заслуживает отдельной похвалы. И не даром он имеет огромное количество поклонников. Вдвойне удивительно, что женская половина приобретает вещи из мужской коллекции, потому что они вышли из-под руки самого Кима Джонса. И спорная новинка, потому что к ней есть вопрос о гигиеничности использования. В России я не замечала такой способ ношения маски на руке. А вот когда осенью была в Стамбуле, мне сразу бросилось в глаза ношение туристами масок на запястье. Если мы спускаем просто маску вниз, то они надевают ее на руку или даже натягивают на локоть. Американские предприниматели подхватили эту идею и решили размазать микробы по всей руке своих клиентов. И изобрели вот такие схлопывающие маски для лица. Стоимость маски 18 долларов. Не спрашиваю, как вам эта идея, потому что, по моему мнению, все же идея неоднозначная. Ввиду негигиеничности использования маски. Так как все мы сейчас выбираем новогодние подарки своим близким, то я решила сделать подборку неожиданных сувениров. Мало кто о них мечтает, но в то же время мало кто им не обрадуется. Необычные аксессуары и приятные мелочи, которые предлагают известные бренды в качестве презента под елку. Я выбрала самые нелепые из них, и вот как они выглядят. Луи Виттон предлагает выбрать в качестве подарка украшение для наушников Airpods. Аксессуар похож на каф, он цепляется кольцом за ножку наушника, от которого свисают цепочки с брендовыми символами и монограммами. Стоимость таких сережек 23 тысячи рублей. В ассортименте модного дома Гуччи вы можете выбрать колготки с эффектом потертостей. Стоимость колготок 15 тысяч рублей. Но если не хватает на Гуччи, такой подарок вы сможете сделать своими руками. Вам понадобятся колготки за 300 рублей и ножницы, и подписанную от себя открытку, не забудьте приложить. Подружки очень любят, когда им дарят украшения. Ничего не может быть лучше, чем новые побрякушки. Вот вам парочка идей. Колье, провод от советского телефона от бренда Bottega Veneta за 152 тысячи рублей. Еще украшение от бренда Mason Margiela. Перец в уши, брокколи на шею. Цена набора 42 тысячи рублей. О мужчинах я тоже подумала. Интересная клетчатая рубашка из хлопковой фланели с реконструкцией от Бербери. Может быть ваш мужчина трехглавый орел? Цена рубашки 74 тысячи рублей. В конце концов, если вы не планируете сильно тратиться, просто выбирайте мужской лак для ногтей от Chanel за 3000 рублей. Вот такая новогодняя подборка. Напишите, какой подарок самый классный. На сегодня это все. Хотя нет, в этом году у меня все. Я поняла, что когда выйдет этот выпуск, то это будет мой последний выпуск в этом году. Я хочу поблагодарить вас, моих зрителей. Сейчас вас не так много, но вы в числе первых. Самые добрые и искренние. Я благодарна каждому за поддержку. Этот год был непростым, но моя главная цель была запустить свой YouTube канал. И она реализовалась. Я вот уже пятый выпуск вещаю для вас новости. Дальше больше. Ставьте цели, реализуйте их. Всего вам доброго. Я не прощаюсь, а говорю вам до встречи в новом году. А вы ставьте лайк, подписку, колокольчик. Да вы сами уже все знаете. С вами была Делара. Пока.